Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю проходить на уровне сложности божества Sidmer's Civilization 6 Загаллов. С важным условием, во-первых, я обязан первым десятицивилизациям, встреченным цивилизациям, объявить войну и никогда с ними не мириться. Во-вторых, у первой серии, в прикрепленном комментарии первой серии, есть сейв первого хода, который вы тоже можете загрузить и попытаться пройти вместе со мной все то же самое, посмотрим, у кого лучше получится и у кого как еще будет происходить. Ну, традиционно спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку. И продолжим, у нас тут война, реальная война с Россией, но Смоленского никак не можем взять без Трибушета. Так, вообще, по-моему, Инквизитор может Апостола атаковать, давайте попробуем. Минус сороке цера, нам надо убивать этого Апостола, ну, там, правда, один заряд всего, он, скорее всего, все-таки сейчас будет обращаться лекарствами, но мне это не страшно, потому что тот же самый Инквизитор вполне нормально очистит все. Так, блин, я бы тут, наверное, сделал, хотя у меня тут Магнус сидит, надо вырубать все потихонечку. Так, тут ремонтируем. Тут рудник делаем. О, видите, как сразу захватило все вокруг. Я так вот руднички тут поставлю. В Самарабрифе. В Самарабрифе. Так, рыбный промысел. Мало денег, я хотел бы, наверное, может, взять на покупку клеток? Ну, блин, тут все надо. Подешевле, чтобы клетки было выкупать, но на самом деле... Ух ты, треугольная торговля 24. К сожалению, у меня все вот эти нужны карточки. Так что, наверное, пока нет. 95 стоит выкупить. Это дофига. Давайте, наверное, пока займемся другими клетками. Кстати, вот эти клетки надо бы Ратамагусу передать, потому что... Ну, только вот эту еще выкупить. Эта клетка пускай у Багакума будет. Ладно, значит, вот этим... Этими двумя рабочими сюда отправимся. Блин, да и тут надо бы рабочего купить. Мед надо обработать. Так, меркантилизм я открыл, правильно? Правильно. Вопрос только, куда... Ну, дипломатическую службу я вряд ли ускорю в ближайшее время. Хотя я могу союз сделать. Ладно, пойдемте в национализм. Пойдемте в национализм. Тут давайте верфь. Подожди, я тут какое-то чудо, по-моему, хотел построить. А, венецианочку. Да-да-да-да. Вот на это место нам нужна венецианка. Собственно, давайте вырубать. 9 ходов. Ну, потому что мы заменили. Тут было производство, хотя все равно... А, и мы убрали лес. Но я тут сейчас рудник сделаю. А если так? Нет, давайте так. 4, 9. Нету ли там у нас через 4 хода... Да Винчи. Ну, вообще, это интересная мастерская плюс 3 культуры. Это, вообще-то, довольно много культуры даст. Потому что у меня АПида одни просто. Я, наверное, да Винчи возьму. Просто я хотел какую-то ускорялку для чудес. Иначе у меня венецианка долговато строится будет. Угу, Санкт-Петербург. Но я сейчас хочу тут грабить. Так, наверное, убьем катапульту. И подходим. Так. Так. Стоим в защите. Тут стоим как есть. Ладно. Смоленск больно атаковать латниками. Требушет все-таки нужен. Сначала. Ну, и здесь лесопилочки. Так. Этот куда? Кумаси. Дальше. Лесопилочка. Восемь ходов. Интересно. Так. Тут я грабить хочу. 57 науки. И должно быть 30 веры. Так. Это мастерская. Сама промышленную зону еще можно будет разграбить. Потом еще можно Акведук будет разграбить. Лечимся. Ну, раз он спускает на воду Магадиши этих мушкетеров, чтобы их не поубивать. Так. Надмадол. Может не трогать пока. Ладно, убьем. Заодно прокачаем каравелл. Чем плохо? Пойду Олимпию обращать. Храм. Гордуару надо покупать. 160. Отложим. Так. А что ж тут тогда построить? Тут гавань нужна еще. Гавань какие-то сюда можно на плюс 2 поставить. Так. Устроить. Ушла лучше гурдвару просто построить, а веру на эти, на рабочих тратить. Два хода всего лишь. Кстати, логистика тоже интересная. Но, опять же, из всех, что меня ставят, меня эти важнее. Карточки. Блин, я боюсь, Гонконг все-таки упадет. А не хотелось бы. Анкар ват. Так, требушет первый подошел. Второй тут. Второе хочу сюда. Видите, тут мешается мне. Чувачок. Ой, блин, казаки. Вот это может так. Знаете что, я лучше отойду. Не буду и ограбить. Да иначе тут сейчас ладнику. И тут ему и так может быть сейчас гамм овер. Ну, вот хотя бы плюс 6 к силе. Так, давайте-ка. Пессионера лечить. Лечатся все эти религиозные юниты в священных местах. Какая красивая Петра получилась. Вот это, конечно, я клеткой передам братам Агусу. Потому что столица просто не дотягивается до них. И тут клетки не такие красивые будут в итоге. Не, надо мед обрабатывать. У меня счастье вообще с жопа. Жопа с счастьем. Тут равнина. Ну, наверное, обрабатываем тогда. А вот здесь вырубать будем. Так, подожди. Тут я где-то АПИД хотел в итоге. По-моему, я вот здесь решил АПИД делать. Тогда надо сюда идти. Здесь я АПИД решил вставить. Ставить. Блин, там кавалерия бежит. Сейчас мне еще коммерческий этот будут грабить. Видимо. Так, я думаю, пора... Этого одного АПНУТЬ. В пушки бы выйти. Так, мне тут страшно подходить, потому что там кавалерия явно захватит. Ну, и этим куда-нибудь туда побежим. Еще, может, мне армию бы построить. А вдруг у нас как бы ровная армия. Блин, 35 сил. Неужели это один казак, просто 35 силы? АПИД. Спасибо. Сюда идем эти все клетки обрабатывать для рота Магуса. Так, смотрим за перемещением войск Грека. Ух, больно. Ну, минус пол хп, казак. Ладно, это терпимо. Так, кавалерия просто тут стоит. Что-то никуда не полезла. И этот мне ничего не разграбил. Так, нормально. Ладно, это нормально. А, блин. Слушайте, ну не берется, ребята. Ну, просто два выстрела из Смоленска, ну, типа, ребушетом и самим городом, и все. Ну, и как мне? У меня селитры вообще в принципе тогда нету. Я не знаю, ну, я даже не могу в следующий уровень... Блин. Давайте хоть ему разграбим, что ли, эту селитру. Попробуем казака убить. Не, 102 все-таки с казаком, видимо. Да. Очень долго я лез туда. Ну, а прикол в том, что следующий... Следующий вот этот... Юнит требует селитру. Селитру. Собственно, как и рукопашный требует селитру. То есть я просто не могу сейчас ничего с русским сделать. А селитру... Где мне? Вот у Кумаси нету селитры. У Гонконга нету. Может какой-то ГГшки хотя бы. Нанмадола нету. Сатусу кто-то забирает. Торуга. А что он не показывает, какие у них ресурсы вообще? Только если визуально смотреть. Слушайте, может с Торугой попытаться... Там 8 требуется. Летучий отряд. 5% науки во всех городах за каждый вид доступных им стратегических ресурсов. Ну, приятный бонус. Но опять же у меня... Ни лошадей нету. Ни селитры, кстати. Ну, это какая-то реально вопрос. Вопрос со звездочкой. Что делать? Ну, 12 стало. Видите, рудник было 10, стало 12. Чисто рудник рядом построивший. Так, тут все. Эту клетку надо цирване отдать. Ну, в итоге, кстати, я 7 городов смог поставить. Ну, Соликамск мы еще захватили. Правда, он отвратительный. Блин, чуть-чуть... Вот почему... Эта клетка Смоленску принадлежит, а не Соликамску? Знаете, есть еще инженер, который... Позволяет захватывать города. Знаете, я вот этого, наверное, выкуплю. Ну, за веру. Очень он мне много даст, поэтому... Следующий на чудеса как раз был. Черт. Мог венецианку сделать. Да, я тут пока стоим, но постепенно надо сейчас будут эти юниты отводить. Это не берется уже. 68 силы из-за казаков. Тут будет плюс, потому что здесь вот у нас есть эти рудники возможность. Так, давайте я куплю эту клетку, чтобы у меня точно было два вина. Поплаваем тут, посмотрим. Вырубаем. Ну и, похоже, в золотой век я уже не выйду. Так, тут 5 зарядов. Этот все обработает. Этого сюда. Этого сюда. Да, поведу. Но в Тирване просто постоянно покупаем строители, пока у нас не закончился монументальность. Шесть зарядов за веру. Я тут рабочими все обработаю просто. О, что и денежки. Пятьдесят всего. Что так мало? Сейчас сколько у нас еще? Шесть. Блин, я, конечно, могу еще много кого встретить с другой стороны. О, а тут неплохой остров. Я бы здесь город поставил. Никакой лояльности нету. Ресы. Неплохие. Гурдвару доделал. Так, давайте, наверное, каперы. И карточка бы тоже не помешала на каперы. Просто инкам и грекам вот здесь. Ну, хотя тут невозможно. Вот русскому, например, там грабить территорию. Мастерская, верфь. Давайте, капер. Я больше викингов, скорее, отыгрываю, чем галлов, получается. Ой, Австралия. Где встретил? Нет, не убила. Да не, вроде не должен Гонконг падать. Кевелизм, учетные банки, постоянное посольство. Шпионов. Ну. Так, сейчас подумаю. У нас Леонардо плюс три мастерским. Должно так прилично добавиться культуры. А, причем еще два раза могу это использовать за счет... Геликарнаса-то. Блин, неужели минус латник? Ну, его убьют. Да, блин. А вот это я хочу апнуть, а не атаковать. Черт. Главное, компьютер соображает, что надо осадные юниты, в первую очередь, мочить. Вот внутри бушета и мочил. Просто стоит здесь... Этим... Ну и все. Вот и минус. Мушкетер. И этот просто тут стоит, ничего не делает. Тут прикольно это выкупить. О, тут чудо, Джейн. Повезло-то русскому как у него. Ну, это у него плюс два очка этих полководца и великого торговца накапливается. Черт. Ну, вряд ли это что-то могло бы быть моим. Наверное, никак тут. Посюда, что ли, поставить? Не, странно. Было бы странно. Там ставить город. Пускай тут стоит инквизитор. На будущее. Это же у Грека уже меньше силы городов. Но нападать... Ну, латниками тяжело будет. Ну, лисопилочку поставлю. Так. Куда надо лисопилочку здесь вырубать? Эм... Кирскую. Вырубать и рудник. Ставить. Заведем. Так, надо посила будет сейчас купить. В данном случае, наверное, пофигу. Верва не можно. Инструктор. А, так можно. Просто не увел рабочего отсюда. Так, тут все этот обработает. Жалко, что у Галлов не происходит культурный захват именно чужих территорий при постройке рудника. Ну, как у Польши, например, при строительстве... О, там, священного района вроде. Или Каза... Или военного, не помню. Ты можешь даже забрать. А вот у... У Галла только нейтральных клеток происходит захват. Что, конечно, не так прикольно. Ух ты, 119 золота. Пожалуй, грабанем. Блин, я Магадиша постоянно своими... А, он нейтралитетом стал. Ладно, тогда хватит. Поплыли. Ой, вон там у нас... Варварцы. И Атлантичные. Ну, я не успею кругосветку сделать. Может, и не стоит так... Лететь. Шпион. Так, я тут какую-то... Какую-то карточку, блин, хотел поставить. И забыл, естественно. Ну, можно, конечно, строительство шпионов. Я, пожалуй, даже поставлю. Учетные банки бессмысленно. Так, городское планирование. На апгрейд хотел поставить, да. Ну, наверное, нету смысла плюс 4 к боевым еще нерелигиозным юнитам. Потому что там одного убьют, а остальные выстоят и так. Ну, давайте скидка в золоте. Поставлю на улучшение юнитов. Этого... До апгрейджу. Да, тяжело, конечно. Вот тут именно чисто из-за территории так получилось. И я не думаю, что... Ну, кстати, интересно, вот кто-то из... Ух ты, двух даже убили. Почему он там казаками начал? Серьезно так. Не соглашаемся на мир. Интересно, кто-то из вас, возможно, наоборот, начал на Грека нападать. Возможно, это было лучше. Но, блин, он настолько впереди по науке был. Довольство в городах с двумя и более районами. Тоже неплохо. Я бы даже, наверное, это поставил. Сейчас опять рабочих закупим. Стоит ли эти все клетки обрабатывать? Потому что вряд ли Ротамагус будет их нормально использовать. У меня вряд ли будет столько жителей. Ладно, обработаю. Есть рабочие, почему бы не обработать? Хочется вот это вино обработать. Но при этом опасаюсь юнитов греческих. Продолжение следует... Как бы меня еще трибушет от не завалил. Не, ну тут с казаками уже шутки плохи, конечно. Хочу посмотреть, что неужели мастерские плюс 6 культуры дают? Нет, вроде плюс 3. Или может он со следующего хода обновиться? Блин, Тадж-Махал. Это жалко, просто вот тут немногие чудеса туда становятся. Даже не из-за того, что он прикольные бонусы бы давал, а именно потому, что он тут становится. Но собор усилия волшебного я не хочу устроить. Давайте шпиона. Надо карточку поставить. А, я уже поставил. О, братил. Плюс 3 очка отдали, кстати. 4 хода. Блин, ну вот Тадж-Махал я уже не получу очки. Видите? Так, а Венецианка у меня как-то ускориться надо. Я, по-моему, должен за 3 хода. Что нету более крутых клеток. А у меня пида нету, между прочим, в тирване. Они есть. Я его не вижу. Вот он. Блин, мне никак не ускорить. И надо на один ход раньше Венецианку доделывать. Феннадис Абеба. Что-то Эфиоп вообще решил без стен обойтись в этой игре. Сейчас мы будем тут ему тогда все грабить, раз он такой. Еще остров. А что мы авиацию ускорили? Научная теория понятна. Авиация как-то далековато. Разве... Сейчас хочу глянуть. Озарение одной случайно... А, просто снова... Не просто не в новом времени, а начиная с нового времени. То есть он даже для промышленной эпохи дает озарение. Прикольно. Слушайте, вот этого я бы забрал. Пишет два хода. Надеюсь, его никто не выкупит. Потому что мне все великие люди, которые дают счастье, это просто must-have в этой игре. Иначе я не выживу. Так, вот, довольство... Поставим довольство вместо двух. Так, давайте выкупим еще строителей на оставшуюся веру. Только где? Давайте в Дива-Дуре. Потому что так уже все туда прибежали. И еще, по-моему, одного я могу купить. Прива-Дуатуки. Отлично. Теперь я меняю карточку на плюс два действия. Ставлю либерализм. Так, хотя бы не получаю штрафов. И то хорошо. Ну что, еще раз буду. Сейчас я тут кучу латников потеряю. Ой, блин, я забыл. Сорян, я забыл Австралию обвести войну. Сейчас. Сейчас все будет. Но это, я думаю, тут не критично. Блин. Блин, ну что, меня этого убивает? Короче, я просто теряю тут армию. И это из-за отсутствия селитры. Ну, я хочу отступать. Ну, еще он делает. У меня сейчас... Тут Россия снесет своими казаками. Ну, мне по-хорошему надо просто вот эту и вот эту дырку закрыть. Соликамск не берется. Хотя бы в Соликамске давайте стены сделаем. Мысл он мне ему храм строит, чтобы он его разграбил. Так. Шестьдесят две веры. Тоже неплохо. Стены он даже не... Ну, хотя вот в Аксуме он построил стены. Потому что на этом, на побережье чисто. Так. Каперами я к инку хочу плыть. Этот посел туда плывет. Стоим в защите. Прячемся в Соликамск. Так. Так, наведу, но мне надо к Дивадору, чтобы относилось. Потому что... Потому что Магнус там сидит. И это даст больше... Ну, я бы... Блин, знаете, что я не поставил? Сто процентов к строительству морских юнитов. Чтоб каперы быстрее строились. Блин, кавалерия. Короче, у меня тут большие проблемы начинаются. Какой... Какой я могу юнит делать без... Ресурсов? Наверное, только пушки. Ну, вот этой... Ну, стрельцы и пикинеры, конечно же. Причем мне стрельцы и пикинеры нужны хотя бы против... Ну, я бы индустриализацию открыл уже. Потом... Два арбалетчика есть. Оружие... У меня ни одного военного лагеря нету. Не, ну, если он отвлечется от Гонконга на меня, то я согласен. Я бы не хотел Гонконг терять. Ну, или максимум хотя бы я его забрал бы. Потому что, ну... Он так расположен, что как раз... Ну, пока мне нравится от него бонусы получать. Ну, потом тут можно будет какие-то районы ставить. Я просто уже застраиваю все клетки. Почему нет? Вы не знаете, конечно, какой бы Наска была бы очень в тему вот здесь. Линии Наска поставить. По-моему, не должен захватить рабочего. Так, бегал в тирвану на еду. Там, вроде, он должен и так вырасти. Четыре хода, видите, до семи. Вроде норм. Блин, еще какие-то острова. Вон, вот границы Кореи. Ну, блин. Может, не встречать уже никого. Я вот думаю, что может еще несколько поселов сделать. Потому что, я говорю, тут острова не занятые. Почему бы мне их не заселить? Так, вот тут, кстати, акведук будет в тему. Особенно здесь лишняя клетка. Я понимаю, что я на реке стою, но... Или амбар стою. А давайте амбар. Не растет город вообще никак. Продолжим каперы. Ни Цанка 3. Блин, захватит, наверное. Ошибся я! Минус еще. Да, и захвачен Грецией. Тут, короче, я плохо... Плохо действую пока. Так, давайте-ка мы их вместе поведем. Или не. Смотри, тут что-то, по-моему, был какой-то... А, не, вот тут руинка. Ну, по идее, должен сам тогда... Хочется просто грабить капером. Да, вот это я ошибся. Вот это я ошибся. Два хода остается. Так, тут стоим. Уже реально практически все клетки обработал. Так. Тут вопрос. Правительственная площадь вообще, конечно, офигительно неправильно поставлена. Ну, да ладно. Вопрос просто, мне вверх им плыть? Ну, у маската всего четыре клетки, да? Ну, и лошадей, например. Ладно, попрошу этим пока вверх. Тут просто вообще не видно, что можно что-то грабить. Поэтому и не охота. Реально уже нечего обрабатывать просто. Давайте фермы. Просто какая-то тут дамба нужно будет делать. Сколько было латников? И сколько из них теперь вернется домой? Четыре. Хотел мастерскую проверить. Есть? Да, все-таки плюс шесть. Все-таки плюс шесть каждая мастерская. И вот, прикиньте, с помощью геликарнаса этого великого человека, как я просто получаю сколько немерено культуры. Из Акумаси. То есть у меня тут с культурой вообще без театралок даже зашибись. 170 просто уже больше всех. С наукой надо что-то делать. Это да. В нос денежки воровать. О, и тут мы сейчас культуры и науки насобираем. Блин, походу захватывают Гонконг. Я не могу противостоять никак. О, шпион Российской империи был пойман. Ну, не пойду я Корею встречать. Этот бы остров я заселил. Там слишком много варваров. Как их зачистить, фиг знает. Ну что, военный лагерь. Давайте, наверное, военный лагерь. Вот сюда. Театралка, акведук, дамба. Нет, давайте военный лагерь. Я понимаю, что уже недавно тут ферму поставил, но у меня просто реально так много зарядов у рабочих. Ну, а что еще делать? Мне надо карточку на каперы поставить. Я знаю, что я за веру могу юниты покупать. Я все это в курсе. Но смысл мне покупать вот это устаревшее, хотя бы когда национализм у нас будет. Так, ну я, походу, все-таки в темный век выхожу, так что желательно никого не встретить. Тогда еще раз один темный, потом героически надо будет пробовать. 20% культуры в городе. Не самый лучший, но у меня просто негде еще сделать, потому что у меня производство в Самарабриве, производство в Адуатуке на красителях, в Багакуме на янтаре, в Терване на сахаре. А вино у нас тоже в Адуатуке. Походил. Блин, просто все, все клетки обработаны. Так. Начинаем с лошадей. 62 веры. Еще 15. Так, здесь вот это обрабатываем. И последний купленный строитель. Так, ну, видимо, в столице надо посела купить. Тут я не хочу, я хочу, чтобы вырос город до 7. Казармы берем, потому что у нас бонусы все на рукопашные, юниты, а не на казармы. Так, отступаем. Ну, более-менее армию сохранили, но минус... Минус 3, по-моему. Блин, а вот где уголь. Ой, у меня есть, слава богу, уголь. Так, тут уже сразу даже обработанный. Зашибись. Зашибись. Уголь у кумаси, и вот тут можно будет... Ну, мне даже этого пока будет достаточно. Хотя бы уголь есть. Тут, скорее всего, где-то кампуса еще будут. О, сколько? 52. Норм. Ну, хотя оружейно я построю. А вот объявить войну, имея формальный повод, я так и не могу. Не, ну я тут пока стою, пока до конца кампус весь. Уже война опять с Магодиши. Отлично. Тогда грабим. Нет, какой-то грустный, кстати, остров. Не хочу тут ставить. А вот тут еще могу поставить. Там Хатусу, скорее всего, Вавилон забирает, и тогда уже будет на меня влиять тоже. Смысл. Блин! Черт! Нормальный век. Я что-то не ожидал, что тут Грузия. Главное, увидел уже границы и все равно кликнул плыть сюда. Ну, блин. Так. Блин, я все Австралии войну не объявлю. Извините. Так, Австралия. И Грузия. И в итоге раз, два, три, четыре, пять, шесть, все еще семь. Как у нас они в развитии? Ага, Австралиец лидер по науке. Ну, кстати, у них 190 и 180 у грека, но грек почему-то на пять тех отстает прилично. Австралиец уже в эпохе атома. Как вам? 1180 год нашей эры, австралийцы уже в эпохе атома. Нормально. Вообще зашибись. потала Хатусу, я так понимаю. А ее вообще уничтожили. Ну, видимо, Вавилон уничтожил, потому что Хатуса была союзницей Эфиопа, скорее всего. Ну, и вот выходим в промышленную эру, а это значит, что серия на этом заканчивается и продолжение будет дальше. Пожалуйста, те, кто параллельно со мной проходят, не забывайте писать, как у вас происходят дела. Мне даже больше всего сейчас интересно, есть ли те, кто нападал на Грецию, а не на Россию. Я думаю, что вот эта ошибка была на Россию нападать, а не на Грецию. Ну, это вы уже пишите, расскажите, как оно. Продолжение завтра, спонсоры канала прямо сейчас могут его поискать во вкладке «Сообщество». Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok